Сегодня на очередном заседании правительство Чуваши одобрило изменение в закон о регулировании бюджетных правоотношений. Документ приводится в соответствии с федеральным законодательством. Кроме того, был рассмотрен и ряд других законов. Министр финансов Светлана Янильна отчиталась об исполнении республиканского бюджета. Доходы казны составили 17,5 миллиардов рублей, расходы почти 18. За полгода снизилось поступление налогов на доходы физических лиц и на имущество. В то же время выше прошлогоднего уровня зафиксировано поступление налога на прибыль организаций и акцизов. Разрабатывали для себя несколько сценариев развития бюджета. На сегодняшний день, как вы видите на слайде, мы идем по варианту лучше, чем неблагоприятные. Соответственно, у нас есть основания откорректировать сценарий развития. Соответственно, мы уже готовим внесение изменения бюджета. В последующем сентябре наши сценарии развития будут откорректированы. И мы прогнозируем поступление доходов в текущем году на уровне прошлого года. Правительство утвердило распределение субсидий местным бюджетом на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на приобретение или строительство жилья. 550 молодых семей республики уже в конце августа начнут получать средства на улучшение жилищных условий. На софинансированные мероприятия по обеспечению жилья молодых семей в 2015 году предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 158 млн 557 тыс. рублей. Объем софинансирования из республиканского бюджета Чувашской республики составляет 140 млн 469 тыс. рублей. И по данным органов местного управления и местных бюджетов на эти цели также предусмотрены средства в объеме 61 млн 330 тыс. рублей. Это тоже существенная сумма, да, раз 550 семей называете, 550 квартир на потребительском рынке будет продано. Там же они недостающие средства будут оформлять по ипотечным, то есть тем самым мы принимаем это решение, стимулируем спрос на приобретение жилья и у строительных организаций появляется дополнительная возможность продавать через эти инструменты готовые, подготовленные, жилье. Кабинет министров рассмотрел вопросы, касающиеся доступности учреждений культуры для инвалидов и слабовидящих. На эти цели в 2015 году предусмотрены почти 11 млн рублей. Кроме того, по программе «Доступная среда» школам республики будут выделены средства в дополнение к 200 млн рублей, поступившим ранее. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.